Любовь не понимает слов В ролях Любовь не понимает слов Любовь не понимает слов Любовь не понимает слов Выбросить все в мусорный бак Что у тебя в руках? Это книга Так она еще и читает Любовный роман Убери куда-нибудь Что вы тут делаете? Мы пришли к твоему брату Сейчас не время Я не спрашивал разрешения Ни за что Почему? Снимем все вопросы сразу Нет Хаят, пойми Я больше не могу ждать Я знаю, Мурат Если знаешь, не мешай Мы пришли в полном составе И нас не остановить Это большая ошибка Вовсе нет Я ему все расскажу Если отпустят тебя со мной Хорошо, если нет Я положу свидетельство о браке на стол И уведу тебя Бабушка Азиме Да, милая Он подольет масло в огонь Но он прав, дорогая Уйди с дороги, Хаят Ладно Добро пожаловать Проходите Что я могу поделать? Я бессильна Прошу вас Ради всего святого О нет, о нет Девчонка Не взяла ее Не взяла мою книгу Где моя книга? Ты разве не знала, как она важна мне? Почему не принесла? Ой, я забыла Извините Успокойтесь, я принесу ее, хорошо? Какая книга? Думай лучше о себе Если не расскажешь, где деньги Я порублю тебя на мелкие кусочки И закопаю в саду Понятно? Я хочу есть И ты не даешь мне таблетки И? Говорю же, я хочу есть Где деньги? Ладно Тогда будешь голодать Мурат найдет меня Что ты там бормочешь себе под нос? Я сказала Мой сын найдет меня Забыла предупредить Мы виделись сегодня Говорили о тебе Он считает, ты снова сбежала Ты животное Он уже привык, что ты сбегаешь И он прав Он убегает Давай эту штуку и сядь нормально. Слушай, а он точно слепой? Он пялится на меня. Итак, этот усач запросто касается ее рук. Значит, он возлюбленный и пек. А красавчик клеится к рыжей девчонке. Это я тоже понял. Прекрасно. Бабка не в себе. Пытается запомнить узор на ковре с момента, как вошла. У нее явно серьезные проблемы. А это чего улыбится? Тебе-то что? Ох, матушка моя, какое тяжкое бремя тебе выпало. Вечные мучения жизни рядом с таким человеком, как мой отец. Как странно смотрит этот тип. С ума сойти надо же, какие у него густые ресницы. Длинные, да еще и с завитками. Глазам своим не верю. У него на пальце кольцо. И у моей сестры тоже. Неужели они поженились без нашего благословения? И делают вид, что это не так, чтобы одурачить меня. Так, я забыл, на какой руке носят обручальные кольца. Да, не важно. Я не Джимиль, если не сорву их планы. Мама? Да, сынок. Пойду спать. Спокойной ночи, брат. Сладких снов. Почему ты идешь спать сейчас? У нас ведь гости. Я устал с дороги. Прошу меня извинить. Они пришли за твоим благословением, Джимиль. Это... Это грубо. Девочки, приготовьте нам кофе. Не будем тянуть. Сядьте, сядьте, я не хочу кофе. Какое благословение? Причем тут я? А у кого нам просить? Дружище, чуть левее. Где он? Слева, вот здесь. Просите у моего отца. В конце концов, она его дочь, и он и должен благословить. Не могу вам помочь, простите. Не упоминай своего отца. Ни слова о нем. Но, братец, папа здесь нет. Да, точно. Сынок, ты здесь единственный мужчина из нашей семьи. Они просят благословения, а ты его дашь. Все очень просто. Умоляю, благослови их. Что ж, ладно, тогда сейчас мы все устроим. Что ты делаешь? Папа у меня на быстром наборе. Мне дурно. Бабушка. Сынок, давай мы все обсудим и найдем решение. Нет уж, бабуля, не впутывайте меня. Я звоню папе. Положи трубку, прошу тебя. Уже звоню. Да. Включу громкую связь, и вы поговорите с ним. Алло, Джимиль, чего тебе? Он и правда ответил. Фадик, если тебе не трудно, принеси таблетки, они мне понадобятся. Сейчас. Джимиль, чего молчишь? Решил подшутить, паршивец? Папа, здравствуй. Я прошу прощения, что звоню и беспокою тебя, но поверь, у меня для этого веская причина. Веская причина? О чем ты, сын? Папа, сестру сватают. Нужно благословение. Что? Хаят? Да, хотят поговорить. Еще чего? Я никому не отдам свою дочку. Хаят слишком молода. Она только устроилась на работу. Пожелаем удачи и выстави за дверь. Не отвлекайте меня. У нас тут буря, я же тебе говорил. Передавай привет маме. Я слишком молода? Постой-ка, но как же... Как это? Можно мне телефон? Слушай, папа, тут жених хочет поговорить с тобой. Ты на громкой связи. Не ругайся, пожалуйста. Целую твои руки. Софер Бей, здравствуйте. Повесил трубку. Возьмите. Ваш телефон, вот. Дай таблетку, а то удар хватит. Мама, он против, сделай что-нибудь. Я не знаю, что делать. Не знаю. Просто скажите, как и есть. Он же все равно узнает. Все и так пошло наперекосяк. И что теперь? Ничего не поделать. Мы ее увезем. Что это вы задумали? Похитить ее? Да вы что, совсем спятили? Эминехан, им у меня голова идет кругом. Как нам все уладить? Мне нужна еще одна таблетка. Не слишком много? Пусть. Мама, брось ты эти таблетки. Найди выход. Какой выход, дочка? Хватай, Хаят. Я открою дверь, ясно? Керем, замолчи ты уже. Мама! Мама, 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 что? Что я могу? Прошу вас, замолчите. Тихо. Я не согласен. С чем не согласен? С этим не согласен. Говори. Мы едва переубедили дедушку Хашмета. Да, а я не мой дедушка. Ты пришел в гости в мой дом и кричишь здесь. Это ни в какие ворота не лезет. Ты забрал девушку, а я забираю ее назад. Все просто. Послушай. Не пойму, куда ты смотришь. У меня нервы не выдержат. В смысле? Ударишь меня за то, что я не вижу тебя? Ударишь, да? Брат, не сюда. А куда? Да-да, вон туда. Спасибо, усачь, ты лучше всех. Он знает, что у него усы. Любопытно. Ты слышал, что сказал отец? Он против. Ты знаешь, где дверь, так что прощай. А теперь ты внимательно послушай. Эта девушка – моя законная жена. Мы состоим в браке. В каком браке? В официальном. Телефон звонит. Это мелодия папиного звонка. Он просто был ошарашен. Перезванивает. Хаят? Ответь на звонок. Скажи папе, папа, я вышла замуж и не обязана тебе сообщать. Я не считаю тебя мужчиной. Скажи это папе. Давай. 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 Я не отвечу на звонок. Что такое? Вы вдруг все замолчали? Что случилось? Конечно, замолчали. Игры кончились. Вам крышка. Теперь здесь Джимиль. Не переживайте, о Яханым. Я сама налью себе чай. Простите, Дирия Ханым, я вас не услышала. Зачиталась. И что ты так увлеченно читала? Книга Лейлы? Ты ее не выбросила? Не смогла. Оставила себе, чтобы убить время. А где вырезка из нее? Выбросила. Куда? Найди ее. В бак. Принеси, я подожду. Я с ума сойду. Уму непостижимо. За что мне такие мучения? Я оставил свою жену там. Это может тебя разозлить, но он брат Хаят. Он прав. Да в чем он прав, бабушка? Она моя жена. Вы ушли, не сказав ни слова. Где вы были? Нет. Я тысячу раз говорила, что есть традиции. Но мы отталкивали всех, кто мешал нам. Совершали ошибку, и теперь расплачиваемся. Ладно. А где дедушка Хашмет, а? В самый нужный момент его нет. И правда. Будь он здесь, он бы все уладил. Подождем его? Не ждите напрасно. Что это значит? Будто с ним что-то случилось. Ты знаешь, где он? Откуда мне знать? Бабуль, посмотри на меня. Все очень серьезно, понимаешь? Я умоляю, если знаешь, где он, скажи. Он мне нужен. Я сказала, не стоит его ждать. Я устала и хочу спать. Что за дела у дедушки Хашмета и бабушки? Ничего не понимаю. И я не понимаю. Тоже пойду. Голова раскалывается. Попробую уснуть. Доброй ночи, братец. Доброй ночи. Что случилось, сынок? Все так взвинчены. Не спрашивай, мама. Приехал брат Хаят, поговорил с отцом, а они против свадьбы. Незачем брать невесту из деревни. Брось, мама. Давай без нравоучений. Я иду спать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Точно меня убьёт. Он решил его не переубедить. Джимиль никогда ему не перечит. И, как обычно, мне Нимене никого не волнует. Да и с какой стати? Кто я такая? Просто скажи, что я уже вышла замуж. Что ты отдала меня? Это не так уж и просто. Может, сама скажешь, а? Почему сбежала и тайно вышла замуж? Твой отец нас убьёт. Точно убьёт. Это ведь не приведёт к кровавой вражде. Аллах, что ты мелишь? Я так не могу. Постой, дочка, не делай этого, прошу. Станет только хуже. Твой брат позвонит отцу и прольётся кровь. Не надо. Нет, мама. Дорогая Хаят, доченька, не делай этого. Твой брат не в себе. Бедняжка потерял зрение. Ещё и мы его расстроили. Однако, любопытно, он знал Пруса и Керема. Может, слышал наш разговор? Нет, я не говорила об этом. Дорогая, некоторые видят сердцем. Может, он просто почувствовал. Усы? Очень странно. Что за бред? Зачем ему врать? Он честнейший человек и глупостями не занимается. Не важно. Я буду спать с мужем. Ради Аллаха. Давай поступим по-другому. Постепенно убедим его. И ты сможешь мирно уйти, угодив ему. Прошу тебя. Пожалуйста. Любимый. Я ужасно скучаю. Мне так хочется крепко обнять тебя. Гладить по волосам. Я тоже скучаю. Не плачь, любимая. Не плачь, или я приеду и заберу тебя, и меня не остановят. Не надо, я не плачу. Каждый миг без тебя словно целый год. Я не могу уснуть, не держать тебя за руку. Сейчас мы бы могли быть в свадебном путешествии. Я хотела быть только с тобой. Подальше от всех. Не плачь, любимая. Я все равно с тобой. Как бы далеко ты ни была. Мое сердце бьется с твоим. Ради тебя. Я знаю. Я чувствую. Вот сейчас я вдыхаю твой запах. И ты улыбаешься. Твоя прекрасная улыбка заставляет забыть все проблемы. От твоей улыбки замирает вся моя жизнь. Я так тебя люблю. И я тебя очень люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему все так, Хаят, а? Почему? Я за тобой, и меня не остановят. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Надень ему на ручки Тогда он заснет, чувствуя мой запах Поцелуй его за меня, ладно? Хорошо Я позвоню, сама не звони Я придумаю, как убедить брата, не переживай Поцелуй в щёчку Что это было? Это бонус Иди сюда Что они творят? Встречаются тайком Иди сюда Что такое? Брат у окна Ну и что? Он слепой, ничего не видит Иди ко мне Прямо в губы, посреди улицы Как мне тебя отпустить? Хватит Хватит целовать её на глазах у соседей Брат? Так ты видишь? Да Вижу И то, что вижу, меня не радует Ты порочишь нашу семью Ничего подобного Нет, конечно, ничего Целуешь первого встречного в губы посреди улицы Всего-то ничего Пустяки, да? Очерняешь наше честное имя Марш в дом! Не смей так разговаривать с моей женой С женой? Какой женой? Кто её за тебя выдавал? Следи за языком Ты или слишком смелый, или слишком глупый Ты нам не поверил, братец? Мы с Муратом женаты Надо же, всё не умолкает Марш в дом, иди У нас мужской разговор Подожди Мы можем говорить, сколько хочешь Но не смей указывать моей жене Опять зовёшь её женой? Ты всё ещё нам не веришь? Мы с ним официально женаты А ты что, сирота? Тебя не во дворе мечети нашли У тебя разве нет отца и брата? Без нашего благословения брак невозможен Заруби себе на носу Отец? Есть ли у меня отец или брат? Не помню, когда в последний раз видела отца Не помню, когда он навещал меня Когда мы всей семьёй сидели за столом А ты? Ты мне звонил? Хоть раз спросил, как я? Как дела? Чем я живу? Чем занимаюсь? Нужно ли что-нибудь? Есть ли деньги? Как здоровье? Спрашивал? Ты взял и бросил свою мать Ты бросил свою семью Мы не виделись Год А теперь ты лезешь в мою жизнь? Осуждаешь меня? Думаешь, у тебя есть на это право? Хаят Всё хорошо, поезжай Ладно, ладно, подожди Мы решим Всё решим Только позволь спросить Ты можешь высказать всё папе Так же, как только что высказала мне? Где папа? Где? Где? Его нет Его здесь нет, брат Просто признай, что папа никогда не был рядом Только дедушка помогал нам в трудную минуту Можно попросить вас успокоиться? Наверняка есть выход Да? Твой брат просто желает тебе счастья, верно? Конечно, а как же иначе? Я хочу радости Хочу радоваться за сестру Хочу настоящую свадьбу Ночь хны Хорошо, сделаем как хочешь Запросто Не ради меня Я думал, сестра этого хочет Мне-то всё равно Нет, я этого не хочу Ладно Ладно, сделаем как подобает Будет и хамам, и ночь хны Ладно, но что если отец узнает? А это уже на тебе Как это на мне? Что мне делать? Ты придумаешь? Нет, не придумаю Нет, придумаешь Ты одурачил нас, притворяясь слепым И здесь сообразишь Бедная мама Так переживала, что ты ослеп Так, слушай Если скажешь маме, мы с тобой враги навек Конечно расскажу Говори, но тогда Я скажу отцу Шантажируешь нас? Я вынужден шантажировать своего зятя Уж извини Я загнан в угол Братец, братец И так, жених? Ладно, как скажешь Ладно Так что, Хаят? Да? Иди сюда Иди 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 к брату Так выросла Что уже отчитываешь старшего брата Я за тебя под пули пойду, сестренка Не планируй ничего на обед Пообедаем вместе Серьезно? С чего вдруг? За столом будут моя подруга с дочкой И мы с тобой Я не пойду ни на какой обед Невесты Пора взрослеть И быть ответственным Я не пойду, мама Не пойду на этот обед Мы договорились пообедать с ослым Думаешь, уйдешь и вопрос закрыт? Посмотрим Я не пойду на этот обед Я не пойду на этот обед И чего эта песня ко мне так привязалась? Дедушки Хашмета все равно нет Ты тоже по нему скучаешь, да? Да Когда он говорит Ой То так смешно выпячивает губы Выпячивает их вот так Что? Что я говорю? Будь он тот, наверняка устроил бы нам Я не пойду на этот обед Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не слепой Слава Аллаху, я всё вижу Прошу вас, как-нибудь прикройте своё декольте Ну так ведь нельзя А ну-ка стоп! Брат Хаят Бей Вы сами понимаете, что говорите Вы сейчас вмешиваетесь в мою личную жизнь Ну хватит, пусти меня Сгинь, сгинь! Что случилось? Ты где пропадал? Мы везде тебя искали Всё хорошо Тувал, кстати Нам нужно свадебное платье и платье для ночи Хны Что? Будет ночь Хны? Для зимы Ханым? Дедушка Хашмет вчера вернулся? Я чувствовала, поэтому и распевала Геливара, Геливара, Дереси весь день Зятёк Что она говорит про моего дедушку и твою бабушку? А? Скажи О чём она? Идём, брат, я тебе всё расскажу Идём Детка В чём дело? Отец не выдал меня замуж Брат не был слепым А потом сказал Что выдаст сестру строго по обычаю Поэтому будет свадьба, хамам, ночь Хны И всё как положено Долгая история Хамам? А он здесь при чём? Ошибка 404 Я не врубаюсь, что происходит Ладно, я всё объясню Как слепые прозревают? Как выдают дочь замуж? Расскажу по порядку Прозревают? Трагическая авария Ну надо же Почему она хранила эту вырезку? Это её родственник? Азимаханым, я постирала и погладила вещи Хорошо, отдай водителю Что происходит, Азимаханым? Куда вы постоянно уходите? Навещаю пациента Друг заболел Правда? И кто же? Давайте навестим вместе Ты его не знаешь Мы давние друзья Кстати, мы устраиваем ночь Хны для Хаят Как это? Спустя столько месяцев? Её брат был непреклонен Имеет полное право Странная семья И брат, и отец, и дед Не будем судачить Скоро придут из фирмы По организации праздников Чудесно Хоть немного развлечёмся Я этим займусь, не волнуйтесь Спасибо, дочка Темнит она, что-то А дед что творит? Ты подумай Скажу честно, я просто в шоке Решил сыграть отшельника Разве я могу не говорить отцу? А что изменится? Я всегда говорю правду Ты сама честность? Именно Прекрасно Но я одного не пойму Почему ты обманываешь мать? Я говорю о твоей выдуманной слепоте Надо же Значит, око за око, да? В удобный момент показал зубы, да? Слушай, я тебе скажу прямо Мы ведь нужны друг другу Так давай сотрудничать Будем счастливой семьёй Я пойду навстречу тебе А ты мне Остальное твоё дело Хорошо В этом ты прав Я понял твой посыл, зятёк Давай Вернёмся к главной теме А? Ну надо же Зачем они прямо с утра Повезли моего слепого сына в Сарте? Они явно что-то знают, тётя Имины Да и что ему делать с нами дома? Пускай там хотя бы люди Вы слышали пренебрежение в его голосе? В чьём? Моего мужа У меня они спросили, стоит ли выдать дочку замуж Да кто ты такой? Кто ты? Ты хоть раз в год навестил нас? Или позвонил? Аллах, прости мою душу грешную Девочки, скажите, как я выгляжу? Выглядите сногсшибательно Да, главное, чтобы брат Халид не увидел вас Иначе сразу под венец потащит Глупости Научите меня так скромно кокетничать Любимый, поможешь мне? Не могу завязать Давай Тебе не кажется, что мне не стоило этого делать? Ты же сам хотел Сам сказал, давай Сказал Потому что хочу Чтобы ты была счастлива Ты заслуживаешь лучшего Ну что? Не будем тянуть По-моему, лучше подождать Будь терпеливее Издеваешься надо мной? Нет Не издеваюсь Порой это на пользу Страсть разгорается Выброси эти вредные мысли Когда день подойдет к концу Закончится съемка Никто уже не отнимет тебя у меня Не говори так Я смущаюсь Разве это не странно? Я тебя поцеловал И никто не вошел Не испортил момент Может попробовать еще раз? Переведено и озвучено Студией Кириллица По заказу онлайн-кинотеатра Иви в 2022 году По заказу онлайн-кинотеатра По заказу онлайн-кинотеатра Сыным-солум Отом-кюдым Сырым-сworker О темных Сырым-с помощью Сырым-самен По заказу онлайн-кинотеатра Иви в другу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok